В редакцию нашего телеканала позвонили телезрители, обратившие внимание на избыточное с их точки зрения за обилие аптек в областном центре. В городе есть дома, на первых этажах которых располагается сразу по нескольку таких объектов в один ряд. Это порождает немало вопросов относительно причин и целесообразности такого плотного насыщения однотипными торговыми точками буквально одной улицы. Есть вопросы по поводу конкуренции, которая в здоровом бизнесе, как известно, далеко не последняя составляющая. Наша съемочная группа разбиралась в этой ситуации, а также выяснила, что думают горожане и сами аптекари по этому вопросу. Этот дом на Волоколамском проспекте смело можно назвать аптекарским. На его первом этаже расположились сразу четыре фармацевтических заведения. В ответ на наш вопрос, кто разрешил разместить такое количество аптек в одном здании, в администрации города нам пояснили, что никакими актами количество коммерческих объектов на единицу площади не регламентируется. Может, оно и неплохо, но это уже откровенный перебор, рассказали нам тверичане, посетавшие еще и на крайне неравномерное распределение аптек по городу. Зачем так много в одном месяце? Как бы ассортимент повторяется, цены тоже. А как вы в целом думаете, в нашем городе вообще не перебор ли с аптеками в целом? В целом, наверное, тоже перебор. А в целом в нашем городе, на ваш взгляд, как аптек, достаточно много или мало? Достаточно. Нормально, аптек достаточно. Но в одном доме четыре как-то много. В каких-то районах города их в принципе нет. Возьмем, ну, тот же самый, например, элеватор. Там один аптечный пункт и все. А, например, если керамический завод бывший, там вообще, по-моему, аптеки нету. Здесь их сразу четыре, на той стороне еще одна. Между тем, на этом фоне постепенно деградирует муниципальная аптечная сеть. Сейчас она скукожилась, по сути, до двух точек. На Советской улице и на проспекте Чайковского. Директор МУП Екатерина Левит объясняет такое положение дел тем, что Тверь заполонили операторы всероссийского масштаба. Из всех коммерческих сетей городских только две. Остальные федералы, которые могут платить более высокие зарплаты персоналу, а цены на лекарства делать ниже. Если они закупают там, скажем, тысячу упаковок, то мы закупаем 10. Отсюда и цена другая. И потом мы берем у наших поставщиков с отсрочкой платежа до 30 дней. Это тоже увеличивает цену поставки. Коммерческие вот эти огромные сети, они имеют возможность брать по предоплате, соответственно, по более низкой цене у поставщиков. Тем не менее, высокий уровень конкуренции не сильно отражается на ценах. Это, кстати, признают и сами аптекари. Нет, не чувствую. То есть никакой это роли не играет, на взгляд, на работу, чтобы конкуренции приходят, цены снижать и так далее? Нет, нет, никаким образом. Горожане, с которыми мы пообщались на улицах, также подчеркнули, не особо заметно, что борясь за покупателя, коммерсанты переписывают прескуранты в сторону понижения. Цены космические. Лекарства стоят дороже бриллиантов. Если вот одна таблетка стоит, то есть пачка таблеток стоит, допустим, 3000 рублей. А ведь она вот такая маленькая. Смотрите, насколько она дорогая, и как на этом зарабатывают армкомпании. Это же глобалисты, которые на этом просто зарабатывают. А мне кажется, это какой-то общий склад, и с общим складом они все берут. Цены высокие. Судя по всему, такая ситуация с перенасыщенностью города аптеками едва ли изменится. В конце концов, люди болеть не перестанут. Правда, судя по такому фармацевтическому изобилию, может показаться, что в некоторых местах нашего города сконцентрировано проживают совершенно больные люди. Я же самый тяжелобольной в мире человек. Все, я самый тяжелобольной. Больной, самый тяжелобольной. Больной, самый тяжелобольный.